Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Ну что, а что если рассмотреть счастье и как форма игры у людей? Любой же человек хочет быть счастливым. Спроси у человека, хочешь быть счастливым, но не найдется тот, кто скажет нет, нет, нет. Конечно, скажет хочу. А по факту? И начинается игра. Игра в счастье. Игра в счастье. И вот рассмотреть эту игру очень интересно. Игра в счастье. Что это значит? Ну, первое, счастье где? В семейной жизни, в отношениях. Вот муж, жена, игра в счастье. Как выглядит? Хочу. Хочу счастья. Ты должен мне дать счастье. Да, ты должен. С этого все и начинается. Игра, кстати, в счастье. Это когда, когда игра. Когда игра. А потом, я недостойна счастья. Это не мое счастье. Он не соответствует моему счастью. У нас нет ничего для счастья. Нам не хватает для счастья денег, секса, детей, еще чего. Он не так ко мне относится. Да. И начинается вот такое, да. И пошла игра. И обвинения, и обиды, и вина, и боль, и терзание, и муки. И оно просто вот как сеть запутывает человека в этой игре. И человек, где счастье? Я хочу быть счастливым. Я же хочу быть счастливым. Я хочу счастья. Почему они не играют со мной в эту игру? Почему они не выполняют то, что я хочу? Ведь я хочу счастья. Они же ведь тоже хотят счастья. И самое интересное, смотри, для каждого эта игра своя. Вот возьми женщину, у которой нету мужчины, у которой там плохое финансовое положение, которая не уверена в себе или там вышла, например, из-под домашнего насилия. И вот для этой женщины, когда она слышит ту, у которой есть семья, дети, где муж зарабатывает, где есть достаток и так далее, но нету счастья, она будет слушать и думать, ты что, дурная, что ли? У тебя есть то, чего у меня нет. У тебя есть все. У тебя есть все. Почему ты несчастлива? И на самом деле это вопрос открытый, потому что в нашей практике сколько женщин, которые несчастливы, имея все. А почему? Потому что они не любят, они не знают, что такое любовь. Но любовь в первую очередь к кому? К себе. К себе. Только к себе. Только к себе. Отсюда все начинается. Членам семьи нечего дать, мужу нечего дать. И тогда любовь подменяется играми. Ей зеркалят все это. Все это, все ближайшие. А она при этом обвинять будет всех. А если осознать всю эту глубину, идет наоборот благодарность ко всем окружающим. Ведь они ей отсвечивают. Они ей показывают, что, дорогая, здесь ты убегаешь от решения этих вопросов. Здесь ты убегаешь от себя. Здесь ты не хочешь взять на себя ответственность. Здесь ты не хочешь собраться целостной. По сути дела это о целостности. Да. Да. И человек распыляется. И под эти игры в счастье, смотри, сколько субличностей. Даже целое направление в психологии, которое рассматривает субличности. А ведь каждая субличность дана человеку для того, чтобы играть. Причем она не просто дана там кем-то. Человек сам собрал ее. Сам собрал из своих неосознаваемых программ, реакций, убеждений под какие-то выгодные регулярные проявления. То есть субличность появляется там, где у человека уже на уровне животной реакции сформировался комплекс поведенческий. И уже, если ты один раз там проявился так, второй раз проявился, это может быть неосознанно проявился, ладно. А когда ты в 50-й раз проявляешься однотипно, то это уже субличности, это уже маски автоматические. И уже автоматическое сознание, автоматическое переключение. Это уже робот-пылесос. Да, да. И который и будет выполнять свою программу постоянно, постоянно. То есть попадая в определенные условия, человек сразу, мгновенно, автоматически одевает эту субличность и действует. А вот смотри. Субличность, и человек хочет счастья. Человек выносит из себя игры. Под эти игры формируется субличность автоматически. Реакция. Смотри, как распыление идет. И следующий уровень, как внешний мир отражает. Автомат, внешнему миру выгодно, чтобы был робот-пылесос. Ему выгодно, чтобы этот автомат выполнял однотипную работу. Там нету творения, там нету ничего. Но человек очень хорошо будет заворачивать конфетки в обертки, ходить в офис туда-сюда, всю жизнь работать на одном заводе. Конечно. Это механическое устройство, автоматическое, которое будет обслуживать определенный контингент, который соображает чуть больше. И работает над своим сознанием. Которым легко управлять. Да, это абсолютно управляемый контингент. И потом туда можно ковид. А можно еще все, что хочешь. Все, что хочешь. И вот смотри. Когда-то мы с тобой задавались темой, при каких условиях вообще возможно создание других игр, типа машины времени, путешествий межгалактических и так далее. Ну, то, что сейчас можно писать как фэнтези, написать целый такой блокбастер, да, и потом пройдет там 100-200 лет, и люди будут говорить, о, они видящие, они видели это на 100-200 лет вперед, да. Но на самом деле это работа сознания человека, и мы все абсолютно производим своим сознанием. Так вот, при каких условиях возможно создание игр другого порядка? Одно условие, по сути дела. При условии, что сознание более развитое, осознает коллективное и захватывает сознание недоразвитое. Как захватить недоразвитое сознание? Через автоматизацию. По сути дела, на этом построены религии. И потом, когда говорят про чипирование, еще про счет, так смешно, когда человек ходит с мобильными телефонами. Вообще смешно. Это уже игры в клетке. Да, и смотри. Это не про клетку. Более развитое сознание, смотри, оно же ведь двух типов. Да. Чистое. И, короче, власть. Вторая часть там тоже, видишь, она тоже прозрачная, но она темная. Она темная. Она темная. Вот ты правильно сказала. Вот есть искристое, светлое, а есть темное. Ну и там, и там своя чистота. И заметь, и оттуда, и оттуда выход в развитие. Да. И оттуда, и оттуда выход на другие уровни. И только через осознание высшего порядка. Только. Только через осознание высшего порядка. И там, и там есть высшее порядок. Да. Точно. Это точно так. И в этом и есть развитие, в этом и есть рост. А на самом деле, Вот смотри, в ходе наших последних погружений, что мы обнаружили? Искрестая часть всегда имеет тень. По сути дела, реальность всегда отражается в зазеркалии, а зазеркалии отражаются в реальности. И если ты являешься единицей зазеркалии, ты будешь иметь тень в реальности. Если ты являешься единицей реальности, ты будешь иметь тень в зазеркалии. Материя, антиматерия, назовите это как угодно. Мне вообще очень нравится, как наука к этому подходит. Я понимаю, как тяжело было ученым проталкивать очень многие вещи через нашу религию. Потому что религия действительно железобетонный пласт, через который серьезные вещи не протолкнешь. И тогда закон одного идет как сингулярность. Закон парадокса будет звучать. Парадоксальность. Ну и как-то же надо было это впихнуть, пробить это все, чтобы пройти. Потому что в любой момент могут прийти и сказать, ты нарушаешь библейский закон на костер. Через страх. Потому что это две грани одной медали наука религии. А казалось бы через любовь же, религия. Через любовь. Подмена? Подмена, да, такая. Что в реальности отражается тенью, а что в зазеркале и отражается тенью. А на самом деле, правда, она в пустоте. В осознании сразу двух сторон. Как работают тетраэдры. Когда видишь всю систему целиком, то тогда смешно, когда кто-то стоит и кричит, я там на этой стороне. Нет, я вот на этой стороне. Это твоя игра. И там, и там. И там, и там. Но ты можешь создать свою третью игру. И в принципе, это на всех уровнях сознания. Так смотри, наше общество сейчас коснулось. Мысли пришла в нашем обществе сейчас точно так же на животном уровне, потом на человеческом уровне, на уровне богов тоже самое. Выше, выше, выше. Каждый уровень свой. И везде однотипно. Все однотипно. По подобию, по подобию, по подобию. Только на расширение. Причем достигается определенное расширение. Потом система хлоп, проворачивается. И пошла игра заново. Хлоп, проворачивается. И пошла игра заново. Вообще удивительно. Трешечка. Трешка, трешка, трешка. Настолько это очевидно. Даже не то, что осознавать, даже это видеть. Вот просто это видно даже. А вот смотри, когда ты это осознаешь, видишь, дух захватывает от счастья. От счастья. От счастья, что это так работает. И знаешь, такой появляется такой кайф. Какая интересная игрушка. Вообще. Какая. Какое сознание могло это создать, да? Твое сознание. Угу. И тогда не надо субличность? Не надо. И маски не надо. И не надо тебе отражение. Получается, и игра сразу сворачивается. Потому что нету дуальности. Нету отражения. Да. Когда ты осознаешь все, игра закрывается, ты ее осознал. И начинаешь следующую. И следующую начинаешь, ты можешь осознанно начать, а можешь неосознанно. Она неосознанно по-любому начнется. Потому что есть автоматические. Есть автоматические подстраховки. Да. И эти автоматические подстраховки, это есть ты, ты их создал для себя. Для того, чтобы развиваться снова. Да. Да, да, да. Чтобы игра была бесконечной. Даже не то, чтобы игра была бесконечной, а для того, чтобы выйдя из точки, то есть войдя в игру, ты не смог из нее выйти, пока не осознал, что ты ее создал. Блин, вот я прямо это вот вижу. Я осознаю глубоко-глубоко. И именно для этого вот эта бесконечность. То есть игра не начнется, развитие не начнет. Оно будет развиваться, да, но оно может развиваться в одном месте и где-то взорваться. По-любому закончится игра взрывом, и новая развернется. А может развиваться осознанно, может развиваться с ростом тем, который… Рост не самоуничтожение для того, чтобы автоматически новая началась, да? Без перезагрузки. Без перезагрузки. А осознанно создать эту игру. И даже, мы сейчас с тобой знаем, даже осознанно создав эту игру, ты в нее входишь и можешь опять уйти… В игру, в игру, но при этом у тебя всегда четко есть возврат, осознав эту игру, да, которую ты развернул, ты ее… Ну, как парадокс, слушай, ты вышел, завершил и снова вышел, завершил, и у тебя всегда это будет бесконечно. На автомате или осознанно, без разницы. Вопрос лишь в том, кого ты будешь считать я. Да. То есть, кому припишется я. Но это все равно будет физическое тело. Потому что только из физического тела может развернуться игра. Только в физическом теле создатель игры. Как вообще… Боже, как это… И смотри, как сразу выносится, для игры выносится первое что – создатель. Через что выносится создатель? Через вынос ответственности. И потом через вынос ответственности. И как только все, создатель ушел, ответственности не стало, да. И следующий этап. Человек куда идет в крутом пике? Вина, обида, злость. В животные инстинкты. А на самом деле… В животное проявление. А на самом деле, если сознание более развитое, он может уйти и в радость, и в счастье, и в другие состояния, да. Но это у более развитых существ. А если ты находишься там, прорабатываешь агрессию, значит, ты уйдешь туда. Это как мы с тобой когда-то говорили. Есть либо полет, либо свободное падение. Свободное падение – это в основном, вот это и есть автоматическая реакция. Да. Которая ведет, вот как ты говоришь, животный мир. То есть оно по-любому идет тоже к завершению игры, но только к перезагрузке. Через вспышку, да. Там будет разнос и сборка заново. И когда ты уходишь вниз, первое через что ты идешь к вспышке, к перезагрузке, да, к инкарнации. Через что? Через потерю здоровья. И мало того, потеря здоровья – это как начало, даже не начало, как подсказка самому же себе, да. А я хотела сказать, идешь к взрыву, да, вот к перезагрузке через что? Через свое тело, через инкарнацию. По-любому через. По-любому. И так же, вот как ты говоришь, через здоровье, сначала через здоровье. Сначала здоровье, сначала начинает сыпаться, ты начинаешь болеть. Здоровье тебе показывает, измени состояние, направь внимание в другую сторону, направь внимание в другую сторону. Тебе же уже больно, да. Ты же чувствуешь, ты же уже чувствуешь, ты не можешь не чувствовать боль. То есть уже чувствуешь. Да. Направь свое внимание. Но кто-то упорно все равно идет, и тогда инкарнация. Более того, смотри, вот на уровне, если выйти на коллективное, коллективное бессознательное или неосознаваемое людьми, то есть это то, что находится над сознанием, проявленных в телах, то, что объединяет их, то, что в дальнейшем синхронизирует время между разными слоями сознания и вообще вводит это время для слоев сознания, потому что в сознании это время не прописано. И вот когда смотришь вот эту неосознаваемую часть, то понимаешь, что в ней есть наборы программ, изначально заложенных, которые предполагают старение и смерть. То есть вот человек родился, и вместо того, чтобы направить свое внимание на молодость, на развитие, на счастье, все программы говорят, как защитить себя от старения, как к старости прийти здоровым, во главу угла идет старость. То есть у человека, родившегося, он уже осознает, что есть старость и есть точка некая, то есть он конкретно видит свой уже конец. Он видит конец, да. Хотя фактически он бесконечен. И его психика может создать бесконечность. Кстати, когда мы открыли эту возможность бесконечности в психике, я ходила несколько дней под впечатлением. И я понимаю, что вот это сумасшествие, пока мы не осознаем до конца, не проверим, не это вот, но это возможность психики. В психике есть бесконечность. Это факт. И сегодня мы не можем сказать по-другому. То есть при этом осознавая, что именно психика создает тело, значит в теле тоже может быть бесконечность. Особенно осознавая, как обновляются наши клетки, обновляются все, обновляются периодически. Но что обуславливает программы старения? И это обуславливает коллективное, которое находится над инкарнационным циклом и определяет расширение на следующий уровень сознания. То есть если у нас максимальное расширение – это познать себе суть человека, да, суть человека за сутью животных, то следующий уровень сознания – это познать судьбу. И если человек познает суть Бога, у него открываются другие ресурсы, другие возможности и по долголетию напрямую открываются. Напрямую, однозначно, напрямую. И жизнь однозначно удлиняется в разы. В разы. А если учитывая, что оно тройками продвигается, то сразу добавь три уровня и посчитай математически, то ты будешь иметь уже по тысячу лет, как Адам. То есть можно сказать, что даже если судить по долголетию, то после Адама его потомки деградировали. Сознание сужалось, не расширялось. Вопрос почему? У меня ответ есть. Надо ли его замучать? Это настолько очевидные вещи. Вот просто очевидные. Как лежат, как есть такое… Ведь действительно есть такое… Незаметно то, что лежит на видном месте. Вот это об этом. Это очевидные вещи. Но вот смотри, от этих очевидных вещей, если ты развернешься и посмотришь на игру тогда в счастье, когда муж виноват, я одену субличность, я буду проявляться так, я поманипулирую так, это вообще-то достает… Ну вот ты просто смотришь и понимаешь, что тупая игра. Да. Тупая. Да, да. Вообще тупая игра. Зачем тебе это? Да, вот просто тупая игра. А знаешь почему? Потому что ты уже осознаешь, а если ты осознаешь это, то уже прошел этот, уже путь, этот опыт уже у тебя есть. И ты просто на это смотришь, у тебя сознание расширено. Вот это… Да. И самое интересное, когда человеку пытаешься это донести и сказать, то человек начинает манипулировать и обижаться на тебя. Да. Да, да, да. И ты понимаешь, либо ты в его игре, либо сиди и свои какахи, греби сам. Ну да, да. И тебя тоже в этом случае тоже обвинит человек. Да. Что ты не участвуешь в моей игре. Я же просил тебя помочь. Да, да. Разгребти мои игрушки. Да, да. А когда сидишь играешь, ну не играешь, а отвечаешь тоже, зеркалишь человеку, вот, да, на его просьбы там, да, ты отвечаешь тоже, ты плохо отвечаешь, ты не соглашаешься со мной, ты все, ты полностью против меня тоже плохо. Да, игра, игра, игра. Человек все время неосознанно пытается втянуть в игру. А понаблюдать за игрой и словить кайф от того, что ты можешь создать другие игры и направить внимание на другие игры. Ну вот смотри, опять-таки парадоксальность какая. С одной стороны, вот мы, когда пытаешься, даже не пытаешься, когда уже осознанно идешь и на расширение сознания, чтобы воспринимать мир с других уровней сознания, да, то так или иначе получается, что надо, чтобы не улететь на Альфа Центавру, надо привязываться к проявленным результатам, да, к материальным результатам. И получается, что мы начинаем работать с другими людьми. Ну самое простое это что? Это вытянуть, например, человека из болезни, помочь ему. Но человек это воспринимает как создание системы помощи, создание бизнеса по помощи, создание нового направления в медицине, создание, создание. То есть это игра. Но я воспринимаю это как отсутствие игры. То есть в моем случае есть ступенька определенная, которую мне надо пройти для того, чтобы иметь обратную связь для осознаний в виде жизненного опыта. То есть я прожила жизненный опыт, а осознаю и делаю следующий шаг. И у меня это ступеньки. Но эта дорога, где болезнь, это там три ступеньки, да. Вот три ступеньки прошел, и ты выходишь за рамки этой игры. И дальше тебя нет. Но человек убежден, что ты создал три ступеньки, и каждая ступенька это будет отдельное направление бизнеса, отдельное направление игры. И он ждет от тебя, что ты будешь играть в эту игру вечно. И я понимаю, что когда вот эти вещи замечаю, я понимаю, что люди смотрят точно так же на инфодайм. И я понимаю, с одной стороны, ты не можешь пройти без работы с людьми и без осознавания через это себя. А с другой стороны, ведь моей же целью не является помощь. Моей целью является помощь самой себе, развитие своих психических способностей. И на взаимодействии каждый получает вин-вин. Так работает подсознание, да. Это касается тех же детей, кто там из аутопа выходил. Это касается тех же родителей, кто точно так же из аутопа выходил. Это касается тех взрослых, кому мы там по заболеваниям помогли, вытянули, да. Но это не значит, что мы будем лечить мир. Это не об этом речь. И вот на этом законе парадокса, когда я смотрю, у людей ведь сразу в голове игра, 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 игра. Они не могут не видеть без игры. И с другой стороны, мы не можем не играть. Мы можем лишь осознанно выстроить ступени игры для того, чтобы двигаться в сторону развития сознания. И тогда это тот этап, это тот этап, это тот этап на каждое. Каждый этап жизни – это определенный этап. И вот здесь становится интересная тема. Вот тогда, например, когда я думаю про инфодайвинг, да, я понимаю, что для тех же учеников или тех же стажеров и так далее, инфодайвинг – это шанс, это площадка, интернет-айтишная площадка, где соединяются люди, с одной стороны, те, кому нужна помощь и которые готовы работать, и те люди, которым нужен опыт работы с другими людьми для осознания, для расширения своего сознания, они взаимодействуют, одни уходят вперед, эти идут за ними, приходят следующие. И таким образом идет цепочка развития, но таким образом эта цепочка развития, она выстраивается. То есть человек все равно эти три ступеньки расширения сознания, пока не провернется его тор, да, проходит все равно через опыт с другими людьми. И это, вот наша площадка в этом плане становится уникальной. Здесь все добровольно, здесь все с результатами вин-вин, но это тогда не новая медицина, это тогда не о медицине. Не о медицине, потому что здесь о болезнях вообще речи быть не может. Это о развитии сознания. Это другой подход. И посмотри, по сути своей инфодайвинг, мы на самом деле весь свой путь, весь абсолютно свой. Мы как, знаешь, как проложили, мы идем и проложили, как в прямом смысле сказать, клубочек размотали, по которому иди, курсы и книги, там полностью все, полностью весь комплект пройдя. И у тебя есть возможность просто вот идти по этой, или световой дорожке назвать, или по клубочку ниточки, и ты придешь к цели. Просто этап. Я вот просто это вижу, путь, путь, ровный путь. Потому что даже, смотри, ведь действительно ты говоришь, наша цель не помогать, а мы, нам, у нас интерес развить себя, познать, осознать. У нас именно расширение сознания интерес, смысл, да? И осознавая, мы, по сути, да, мы отклоняемся где-то, но по сути своей мы идем прямо. И все люди, которые появляются на нашем пути, те же мамочки, там, те же кто-то, кто заказывает консультации, кто на курсах, для нас они, как сказать, то есть, идя, мы четко знаем с тобой, что нам интересно, куда мы идем, цель наша, да? И эти люди, которые на нашем пути, они нам служат, мы их, они для нас, как не игра, которая уведет нас в сторону, а мы, благодаря им, действительно, благодаря им, мы видим какую-то жизненную ситуацию для нас же самим, самих. Так зеркала. Да, и мы видим, и мы, благодаря этому, тоже осознаем дальше еще глубину больше. И мы, мы каждый раз, вот, мы идем, цель у нас. При этом у них же, у них же, у них тоже, благодаря нам, появляется возможность осознать, то есть, уже однажды коснувшись, уже человек не может просто оставить эту тему. У него, он все равно, пусть он сейчас оставил, через 5-10 лет он вернется к ней, потому что он уже ее знал, у него уже был этот опыт, уже был этот запах, вот этого счастья, вот этого пути своего. И самое главное, что вот на этом пути мы-то людям даем смысл, суть жизни. Это очень важно. Вот на мой взгляд, это очень важно. Я вспоминаю тот момент, когда меня впервые накрыло, кстати, здесь неподалеку, когда я ехала за рулем своей Ауди, и вот трогаю со светофора, поворачиваю, и вдруг тело мурашками покрывается, и такой поток, и внутри, такое четкое, ясное сознание и вопрос внутри, зачем ты живешь? Чтобы сменить одну квартиру на другую, одну машину на другую, вырастить детей и умереть? А смысл? А смысл вот только вот в этом животном размножении и смене материальных благ? И ты всю жизнь ездишь, работаешь, ты вот все это делаешь только ради этого? Эта игра не имеет смысла тогда, вообще не имеет смысла. То есть это самая тупая игрушка, которую можно придумать, если в нее заложить такой смысл. И меня, я тогда на самом-самом клеточном уровне это ощутила, у меня был такой поток через тело. И я помню, я тогда вхожу в автоцентр, еще работала на Атланте, вхожу в автоцентр, захожу к ребятам в отдел запчастей и задаю им вот эти вопросы. А зачем вы живете там? Все, они кофе делают. У них шок, наверное. У них такой шок. Они смотрят на меня, потом говорят, Зайцева, Зайцева, с тобой все нормально. Вернись, да? Вернись. Ты мать двоих детей. Радуйся, что ты имеешь работу. О, видишь? И я так говорю, и что, мать двоих детей, и я должна иметь работу. И в этом весь смысл жизни. Мне так чашку кофе дают, говорят, успокойся. В общем, через полгода я уже там не работала. И моя жизнь завернулась совсем по-другому. Потому что пошло глубинное сознание. Это тот момент, который вытолкнул меня из автобизнеса. Ну, еще не совсем тогда. Мне еще несколько лет пришлось в нем побарахтаться. Но это было как бы начало. Это было начало. Начало, когда... Это была точка невозврата. Потому что я понимала, что сколько бы денег у меня не было, в каких бы квартирах я не жила или домах, какие бы машины я не меняла, оно ничего не изменит в моей жизни. Более того, на сегодняшний день мое отношение к материальным благам изменилось вообще в сторону практичности. То есть у меня рога, понты и так далее поотлетали полностью. Я полностью смотрю, что мне удобно. Мне это удобно? Прекрасно. Неудобно? Непрекрасно. Поэтому у меня очень много по материальным вещам в голове применялось. А как же шаблон? Видишь, как? Нет, я просто... Да, да просто в нашем обществе, если ты там имеешь положение, ты должен иметь такое вот проявление. И когда я смотрю на это проявление, когда человека по одежке оценивают, ну подожди, я могу приехать не на Роллс-Ройс, а на такси, оцени меня по такси. Это все глупость. Это все подмены. Это все подмены, на которые люди разменивают свою жизнь, не задаваясь вопросом, кто они и зачем они пришли в эту жизнь. А когда начались ответы, смотри, поиск ответов глобально, глобально, я когда вспоминаю 12 лет поездок, причем таких поездок жестких, я понимаю, что не просто так от меня окружающие отворачивались, считая меня чокнутой, потому что здоровые люди к шаманам не ездят, грушников сюда не приглашают, кремлевским экстрасенсам не стучаться, и сюда не привозят. И поехала, поехала, поехала. Я когда вспоминаю все свои безумия, ну на самом деле, такая интересная жизнь, это вообще офигенная жизнь, я когда оглядываюсь, понимаю. Это путь такой красивый. Это классный путь, он сложный, потому что там, да, там финансовые риски были, там вообще разные риски были, и здоровьем риски были, и все было. Ну да, я видела видео ваше. Я бы сказала, до свидания, братцы. Это ты это сумасшедшее там делаешь? Но это же было классно. Представляешь, какие эмоции там захлестывали? Там стоял и понимал, если ты доберешься, то ты выживешь. Блин, Наташа, а я знаешь, как всегда говорила, я слишком люблю жизни, чтобы рисковать собой. Это мой, я все время так говорю. Блин, для меня это. Я так, блин. Но на самом деле это интересно. Это счастье. Это счастье. Это кайф от бытия. Это надо было пройти, вот это прочувствовать, для того, чтобы выйти. А иначе бы не родился инфодай. Потому что все учения, они вовне. Они выносят человека. Все религии, все учения, все шаманы, все гипнотизеры, научные деятели, они все выносят вовне. И самое главное, они все сами прикрываются точно такими же субличностями, наборами программ, как и те люди, которые говорят, я хочу быть счастливой, но муж виноват. И я одела маску, я обиделась. Чем эта маска отличается от маски мага-шамана, который напялил на себя какую-то херню и взял бубен и стучит? Чем? Ничем. Субличность другая. Набор программ других. Но это об одном и том же. Ты не искренней. Ты не сам собой являешься. И направление сознания у тебя идет извне, вовне, а должно быть вовнутрь. И вот когда мы пошли вовнутрь, а это только инфодайвинг, до нас никто туда. Все говорили, вовнутрь, в медитацию, но на расширение мы уходим в космос. Да, 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 да. Какой обман, ребят, так вы куда? Вы в космос или вы вовнутрь? Вы определитесь, да. А мы когда идем в медитацию, мы идем в астрал, ментал, анал. Ну, правильно, вы в анал идете, и у вас результаты анальные. Как анализ. Потому что там везде страшно, там везде ограничения, там могут наказать, там и начинается, и человек уходит на страхах, на страхах, и уходит туда, где страхи. И все на этом. И не смотрит себе в глаза. И не смотрит себя в глаза. Как аутист. Да. Заметь, общество аутистов. Посмотри людей, себя не любят, себя не принимают, как проявляются, как животные, орут друг на друга. Посмотри, как в магазинах сейчас маски, рты закрыли, да, еще памперсы. Уже закрыли рты. Памперсы одень. Все, аутизм, стопроцентное описание аутиста. И это взрослые люди, вспоминается тут же анекдот. Люди, куда идем? Да, это к перезагрузке идем. Вспоминается анекдот, когда Вовочка подсматривает так за родителями, и они занимаются оральным сексом. И он так смотрел, смотрел в щелочку, и потом говорит, и эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу. И стала такой. Вот это про наше общество. Про общество. Субтитры подогнал «Симон»